Сегодня, дорогие друзья, мы вновь встали на пороге Нового Года. Канул в истории прошлого еще один год, и перед нами неведомый 1973 год. Но, дорогие друзья, небезызвестность Нового Года меня тревожит. Страшит меня ушедший год. Что сделал я для Господа? Была ли моя жизнь угодна Ему? Принес ли я плоды моему Богу в минувшем году? Как мы поем «Иисус, мой Искупитель, смерть и ночь мне не страшна, но пустым пред Ним явится, вот что так страшит меня». Да, думаю, что все мы, если уже говоря откровенно оглядываясь на ушедший год, можем вспомнить, к сожалению, много сделанных ошибок, согрешений против Господа и неоднократных огорчений Духа Святого. И вот что так больно, возлюбленные, что вернуть этого времени мы никак не сможем. Не это ли имел в виду автор выше цитируемой песни, когда в следующей строфе он говорит, «Если б мне, года былые, дано было возвратить, мне и радостью, и счастьем было б Господу служить. Но, увы, даже сам Бог не может вернуть уже прошедшего времени. Но, возлюбленные, Он может что-то другое сделать. Он может, да, Он готов, Он жаждет восстановить утраченные благословения и потерянные плоды». Выслушайте, это чудное обетование, которое сам Бог дал устами пророка Иоиля. «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы, великое войско мое, которое послал я на вас». Ушедшего времени вы не можете вернуть. Оно ушло раз и навсегда. Оно больше никогда не вернется. Но плоды потерянных годов Бог не только может, но Он и готов их восстановить. Слава Ему! Да, какая досада, если плоды этого года съедены саранчой нашего безумия и пренебрежения. Но благодать на благодать, что Бог сегодня готов и жаждет восстановить плоды, пожираемые этим великим войском. О, дорогие мои, есть ли что невозможное Богу? Скажите, какой человек в силе восстановить плоды, уничтоженные из года в год червями, жуками и гусеницами? Ни один смертный не в состоянии восстановить то, что уже уничтожено. Но Бог может, да, Он готов и в этом проявить свою великую милость благодаря Ему. Таково Его обетование, и Он готов исполнить его для каждого из нас. Но, возлюбленные, одного не следует забывать. Это то, что обетование Божие условное, и Слово Божие всегда указывает ясно, в чем заключается это условие. И тут Бог указал, в чем является условие этого восстановления за годы, уничтоженные саранчою. Слушайте внимательно. Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыданье. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему. Что Бог делает? Он призывает народ свой, который годами бедствовал, нищенствовал, голодал от того, что не пожинал плодов из засеянных ими полей. Он призывает их к покаянию, к смирению, к очищению. И если народ Его так поступит, раздерет сердце свое, тогда заключенное небо даст дождь, и засохшая пустынная земля принесет не тернии, а обильный и налитой плод. О, как Бог жаждет воздать за эти потерянные годы неудачи, в которые черви греха уничтожили плоды в саду Божьем. Да, Бог готов пополнить обильным урожаем этот потерянный год, если мы Ему только позволим. Но вернемся еще раз к нашему тексту, которым Господь сегодня говорит нам. «И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча». Можешь ли ты этому верить, дорогой друг? Ведь это обетование Господне, а Богу все возможно. Кого я люблю, говорит Господь, тех обличаю и наказываю. Так будь ревностен и покайся. «Эти мертвые годы были годы скорби, годы бесплодного труда и годы отступничества. Но, друг мой, весь урожай за эти годы, который съела саранча, Бог может восстановить тебе. Только ты должен покаяться и обратиться сокрушенным сердцем к нему. Хотя и в этом испытайте меня, говорит Господь. Это вызов самого Господа Бога тебе, после того, как ты годами его обкрадывал, пренебрегая драгоценнейшим даром времени. Испытай меня, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградные лоза на поле у вас не лишиться плодов своих». Так говорит Господь Саваоф. Но, возлюбленные, помимо того, когда мы пренебрегаем подаваемой нам благодатью и силой Духа Святого и стараемся исполнять повеление Божие и Его Слово собственными силами, то этим мы даем повод саранче съедать плоды наших трудов. Христос обещал нам не только жизнь, но Он сказал, что даст нам жизнь и жизнь с избытком. И поскольку мы не пользуемся подаваемой нам благодатью, можно сказать, что это время потерянное вхождение по пустыне, время пожираемой саранчой. Но когда чадо Божие исполнено Духом Святым, оно в силе Духа Святого может принести плод Богу больше, чем другой за целые десять лет усиленных стараний, но без силы и без помазания Духа Святого. Брат мой, если ты служитель Божий, и ты трудишься без Его благословения, прошу тебя, вернись сейчас Господу всем сердцем и проси этого дара Духа Святого, чтобы Он дал тебе свое помазание. И поверь, что одна проповедь, сказанная в силе Духа Святого, во всей ее несовершенности, принесет больше пользы и даст больше результаты, чем тысячи красноречивых проповедей, сказанных без благословения Духа Святого. Обратили ли вы внимание, дорогие друзья, сколько душ в течение хождения за Христом ученики привели к Нему? Одну или две души? Я сейчас припоминаю один такой случай, когда Андрей привел своего брата Петра ко Христу, а в день Пятидесятницы силой Духа Святого в результате одной проповеди, сказанной исполненным Духа Святого Петром, больше трех тысяч душ присоединилось к числу искупленных детей Божьих. Тот самый Петр, который так сильно хвастывался, что никогда не отречется от Христа, но который все же сказал, что он, его последователь, теперь стоит перед многочисленной толпой и безбазненно свидетельствует о распятом и воскресшем Христе. В тот день Господь за потерянное время, пожираемой саранчой, воздал несравненно больше, чем Петр даже и мог ожидать. «Господь сказал, да с цейтости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, который дивное сделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки, слава ему!» Да, воистину, Господь совершает дивное, ибо человек, восстановленный благодатью Божией, после потерянных годов, который пожирала саранча, делается лучшим, чем был он вначале, до уничтожения губителем. Помните, Господь сказал Петру, «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Бог по великой благодати своей содействует, несмотря на падение и отступничество своего чада ко благу своему, когда оно обращается к нему и кается в своем преступлении. Только после падения своего Петр обнаружил, кем он фактически был. Он был своевольным, эгоистом, он надеялся на свою силу, был уверен в своих способностях, и Господь должен был позволить дьяволу рассеять его, как пшеницу, чтобы переломить его гордое «я» и его самонадеянность. Поэтому, обратившись, он теперь сможет утвердить братьев своих. Без этого опыта, без этого откровения своего поднанного «я» он не был бы способным помочь другим, то есть утверждать братьев своих. Раньше он надеялся на себя, на свои силы, на свое знание и свою способность, а теперь только на благодать Божию и на силу Духа Святого. А теперь заметьте последующие Божьи обетования. «И узнаете, что я посреди Израиля, и я, Господь, Бог ваш, и нет другого, мой народ не посрамится вовек». Возлюбленные, я спрашиваю вас, что нам еще нужно, если с нами Бог? «Скажите, кто может быть против нас? Если Он с нами, то мы никогда не постыдимся. Он не позволит нас осрамить. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть». Так продолжает пророк Иоиль. «И будет после того». После чего? «После того, как народ мой раздерет сердце свое, обратиться всецело ему в посте, плаче, рыдание и исповедание своего греха. Когда дети Божьи будут чисты перед Богом, тогда исполнится обетование о излиянии Духа Божьего. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. Дух Божий никого не обойдет. Он исполнит и молодого, и старика, слабого и сильного». «Слишком долго, возлюбленные, мы довольствовались религиозным мещанством. Не пора ли пробудиться и серьезно взяться за дело, за то, что мы утверждали за эти годы в то, во что мы верим? Христианство – это не просто религия. Религии у нас достаточно. Нам не нужно больше религии. Люди и так обременены ею. Нам нужна жизнь, и жизнь с избытком, христовая жизнь. Подлинное христианство сверхъестественно и сопровождается знаменями и чудесами. Мы находим всевозможные причины, которыми мы извиняем наше равнодушие и нашу духовную мелочность. О, дал бы Бог, чтобы сегодня нашлись такие, которые были бы готовы безоговорочно броситься на Божий алтарь. «Юноши и девушки, не слышите ли вы, зовущий вас голос Господа, кого мне послать и кто пойдет для нас? О, скажите, как некогда сказал Исаиев, вот я, пошли меня». И он коснется твоих уст, дорогой друг, горящим углем жертвенника, и ты пойдешь возвещать благую весть умирающему человечеству, сердцем горящим огнем божественной любви. О, тогда Господь за годы, который пожирала саранча, черви, жуки и гусеницы, воздаст несравненно больше всего, чего ты мог бы даже просить или о чем помышлять. Но среди моих слушателей есть невозрожденные, те, которые провели всю свою жизнь в состоянии полного омертвения, непокаяния и неверия. Вы без Бога и без Христа, без жизни и без надежды. О, мой друг, сколько лет ты уже в этом плачевном состоянии? Я благодарю Господа, что Он меня спас четырнадцатилетним мальчиком. И если бы вы меня спросили, был ли я в чем-нибудь разочарован, «Сожалеваю ли я о чем-нибудь со дня моего возрождения?» То я должен вам сказать, что об одном я сожалею, и это то, что я раньше не отдался Господу. Но вы говорите, разве можно иметь подлинное обращение в таком раннем возрасте? Я скажу, что оно не только возможно, но оно весьма желательно. Христос сказал, что если не будете как дети, то не войдете в Царствие Божие. Каждый день ожидания, каждый год без веры – это потерянное время, которое пожирает саранча. Почему не начать с этого дня свою жизнь с Богом, который может за все потерянное время воздать плод, съеденный саранчой греха и неверия? Продолжение следует...